Друзья мои, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина, и сегодня давайте обсудим три самые распространённые ошибки в отношениях, которые женщинами строят мужчины. Тоже поговорим обязательно про женщин, но чуть позже, в следующих видео, сегодня разберём именно мужские ошибки. Мне очень интересно знать ваши предположения, поэтому, дорогие друзья, пишите, что вы про это думаете. Какие же ошибки считаются наиболее серьёзными и важными? Я жду ваше мнение в комментариях, обязательно пишите. Также, друзья мои, каждого из вас жду в своём телеграм-канале. Первая ссылка в описании к этому видео. Совсем скоро в своём телеграм-канале проведу абсолютно бесплатно для подписчиков уникальный курс, где мы будем прокачивать своё здоровье, свою сексуальность. Поэтому каждого из вас жду. Успейте. И выложу скоро первый урок. Ну что, друзья, давайте сегодня разбираться. Тема действительно непростая. И мужчины часто спрашивают, но почему, почему женщина там от меня ушла? Или женщина со мной хочет, не хочет строить отношения? Меня это, конечно, всегда так удивляет немножко, потому что действительно, когда начинаешь беседовать, да, с мужчиной и задаёшь определённые вопросы. Ну, допустим, самая первая ошибка, когда вы постоянно в любом контексте рассказываете про прошлые отношения и спрашиваете у женщины про её прошлые отношения. То есть вы постоянно-постоянно зацикливаетесь на этих отношениях. На мой взгляд, это ошибка. Сколько у тебя было партнёров? А почему вы расстались? А там какие-то денежные вопросы? То есть вы пытаетесь что-то узнать у женщины. Опять же, для чего это нужно вам? Да? Почему такая страсть? Это даже не любопытство, друзья мои. Это реальная страсть узнать, что там у них было. Для того, чтобы построить свой сценарий отношений. То есть для того, чтобы понимать, а что в отношениях с женщиной допустимо, а что абсолютно недопустимо. Вот для чего вы это, вы спрашиваете. А сколько у тебя было партнёров, особенно половых, да? И здесь этот вопрос меня всегда удивляет, да? Потому что если вам конкретная женщина нравится, вот для вас конкретно изменится, сколько у неё было половых партнёров? Десять или два? Вот условно. Если вам женщина нравится, да? Опять же, я не говорю, что плохо десять или плохо два. Я вам просто объясняю объективно историю, да, которая происходит. И начинается, что женщина думает, а что мне сказать? Вот сейчас скажу, что два, будет считать он, что я никому не нужна, да? Я вообще была не нужна абсолютно никому. Скажу, что десять, скажет, ну ах ты там это, ходила там по всем мужикам, да? И женщина в этой истории теряется. Соответственно, уже получается такой определённый негатив. Соответственно, а почему вы расстались? Да? И для вас это тоже маячки. Потому что женщина открыто не может... То есть она либо говорит, что у неё муж козёл, пил, там, бил и так далее. Ей изменял. И она там его терпела и с ним жила. То есть для вас это явно... И вы вот это всё пытаетесь, вот этот вот клубок разворошить. То есть почему-то вот такая особая любовь к этому. Я вообще крайне рекомендую вообще эти вопросы не затрагивать. Было, было. То, что было, как говорится, прошло. Да? Зачем вам эта информация? Построить себе модель поведения. Но, как показывает предыдущая практика, не очень-то это такая удачная модель поведения. Следующая, вторая ошибка, на мой взгляд, когда мужчина начинает встречаться с женщиной. Смотрите, у меня уже новогодняя кружка. Я даже не видела, как случайно взяла новогоднюю кружку. И мужчина начинает прощупывать именно сексуальные вопросы. А вот как ты хочешь? А что ты хочешь? А вот как у тебя было? На мой взгляд, это такие вопросы, которые уже должны обсуждать люди, находящиеся в отношениях. Если люди в отношениях не находятся ещё, или это такие самые-самые начала отношений, не надо эти вопросы вообще затрагивать. Абсолютно. Это моё личное мнение, что эти вопросы, их не надо трогать. Потому что человек объективно не может признаться, а что ему хочется. Он не знает, что от него ожидать, да. И особенно, когда вы начинаете какие-то скидывать кусочки из порнофильмов, кусочки из каких-то видео, ни в коем случае этого нельзя делать. То есть, одни отношения, то есть, вы можете обсуждать, да, какие-то моменты, но очень-очень аккуратно для того, чтобы женщину не отпугнуть. Потому что, если часто начинается, что давай вот так попробуем, и скидывай там какой-то кусочек. Но, друзья мои, это всё-таки такая история. Очень женщины, сами знаете, как к этому относятся. Не каждая женщина решится, признается, чего там ей действительно хочется. Особенно, если она с вами только начала встречаться. И ещё только-только самый, так сказать, зачаток ваших отношений. Следующее, на что хочется обратить внимание, это, безусловно, гигиена. Дорогие мужчины, я всё время про это говорила, говорю и буду говорить. Гигиена обязательно должна соблюдаться у любого мужчины. Неважно, где и кем вы работаете. Ходить в душа обязательно. Следить за своими руками, чтобы они хотя бы элементарно были чистые, обязательно. Особенно, когда мы говорим про отношения женщины. Когда бывает, там, видишь мужчин, что настолько неприятны, поменять носки, постирать одежду. Я не говорю о каких-то дорогих вещах, о какой-то дорогой обуви. Но элементарно соблюдать гигиену, это уже будет большой плюс в вашу копилочку. И женщина будет, безусловно, рада. Не надо там душиться, обливаться партфюмом, потому что я вижу, как вот две крайности. Либо уже какая-то грязь воняет потом, грязью, либо облившись одеколоном, что вообще невозможно даже в лифт зайти, после мужчины. Поэтому всему нужно очень аккуратно, очень адекватно относиться. Друзья мои, жду ваше мнение в комментариях. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада, чтобы нам с вами не потеряться. И также не забывайте подписываться в мой телеграм-канал. Первая ссылочка в описании под этим видео. Переходите. Вас всех жду. Совсем скоро стартуем. Успевайте.